Приветствую друзья, на связи Андрей Жариков. Сегодня у нас 10 января 2020 года и в данном видео хотел бы подвести итоги работы форекс робота DaVinci на 18 торговых счетах. Вообще период перед новым годом и начало следующего года считается достаточно рискованными на рынке форекс и во время этого периода возможны различные неожиданные движения, поэтому в целях безопасности у робота DaVinci предусмотрен режим сушки, в ходе которого с 15 декабря по 15 января торговля практически не ведется, а если ведется то с максимально консервативными настройками. Итак, давайте подведем итог торговли робота DaVinci за 2018-2019 годы. Итак, это тот самый счет, который работает уже с февраля 2018 года и через месяц этому счету на минуточку исполнится уже два года. На данный момент суммарная прибыль с учетом капитализации на данном счете составляет уже 2068 процентов и владелец данного счета заработал 7260 долларов. Не забывайте, что это центовый счет, поэтому последние две цифры мы не считаем, то есть соответственно 7260 долларов. При первоначальном депозите 1060 долларов. Неплохая прибыль. Данный счет работает с 9 ноября 2018 года, то есть 14 месяцев и за 14 месяцев суммарная прибыль с учетом капитализации составляет 575 процентов. Счет работает с 4 декабря 2018 года, суммарная прибыль 542 процентов. Через две недели этому счету исполнится год. На данный момент прибыль 400 процентов. 156 процентов. 197 процентов. Хочу обратить ваше внимание, что на некоторых графиках вот этот красный график непосредственно перед новым годом идет резко вниз. Это не означает, что робот потерял деньги. Это просто означает, что владелец счета накануне нового года хочет полностью выйти с рынка. То есть закрыть открытые сделки, пусть даже будет небольшой убыток. Это делается с целью безопасности, чтобы не рисковать. Потому что, как я сказал, в период нового года возможны различные неожиданные скачки, колебания, которые приведут к просадкам или даже к потере депозита. И поэтому многие владельцы счетов перед новым годом стараются полностью закрыть открытые сделки для большей безопасности. 222 процента. 255 процентов. 136 процентов. 91 процента. 84 процента. 108 процентов. 91 процент. 70 процентов. Итак, я свел результаты, полученные на всех 18 счетах в одну таблицу. Первая графа – это название счета. Следующая графа – это начало, то есть когда на данном счете началась торговля. Следующая графа – это средняя прибыль в месяц. Следующая графа – это общая прибыль в процентах, полученная на данном счете с учетом капитализации. Следующая графа – это прибыль в долларах, полученная на данном счете. Вы можете заметить, что на трех счетах стоят прочерки. Это связано с тем, что владельцы счетов решили не раскрывать данную информацию. То есть на мониторинге счета невозможно посмотреть, какая сумма была заработана. И, наконец, последняя графа показывает, в течение какого срока ведется торговля на данном счете. Если мы с вами подведем общий итог, то обнаружим, что средняя арифметическая по доходности на всех этих счетах составляет 9,8 процента. Ну, то есть, если округлить, почти 10 процентов в месяц в среднем зарабатывал робот DaVinci на данных счетах. Если просуммировать всю прибыль, заработанную роботом DaVinci на всех этих счетах, получается 38 384 доллара. Именно столько робот DaVinci заработал для своих владельцев. Если просуммировать срок работы робота DaVinci на всех этих счетах, то суммарно получается, что он отработал уже 204 месяца. Что, согласитесь, очень даже неплохой результат, потому что, как, наверное, вы знаете, многие роботы сливают счета. В данном случае мы видим, что робот отработал на 18 счетах 204 месяца без всяких сливов. И заработал для владельцев счетов неплохую прибыль. Итак, 15 января, то есть, в следующую среду, робот DaVinci выходит из режима сушки и входит в новый торговый период 2020 года. В связи с этим действует акция, согласно которой, если вы приобретаете лицензию робота DaVinci с 1 по 14 января, то компания вам дополнительно дарит 2 месяца использования робота в подарок. Эта акция касается как покупки новых лицензий, так и апгрейда существующих. То есть, если, например, вы решите до 14 января повысить уровень вашей лицензии, вы дополнительно получите от компании 2 месяца в подарок. Существует 4 вида лицензий. Все лицензии действуют в течение одного года, то есть оплачиваются раз в год. Лицензия стоимостью 250 долларов позволяет иметь депозит до 2000 долларов. Лицензия стоимостью 500 долларов позволяет иметь депозит до 5000 долларов. Лицензия за 1000 позволяет иметь на счету до 15000 долларов, причем включает в себя 2 лицензии. Таким образом, вы можете иметь сразу 2 счета по 15000 долларов на каждом, итого суммарно 30000 долларов. И, наконец, лицензия профи стоимостью 2000 долларов позволяет иметь два счета по 50000 долларов на каждом. Повторяю условия акции, если вы приобретаете новую лицензию или делаете апгрейд, существующий до 14 января, вы дополнительно получаете 2 месяца в подарок. Если у вас остались вопросы по роботу DaVinci или нужна помощь в установке, то, пожалуйста, обращайтесь по указанным здесь контактным данным. Следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго. Global Star Club. Возможности безграничны.